Я очень рада вас всех видеть на нашей сегодняшней планерочке. Всех поздравляю уже с вступившей в силу осенью. Сейчас у нас уже совершенно новый период бизнес-активности. Так что, кто еще не успел перестроиться на осенний режим работы, скорее перестраивайтесь. Что это за режим? Это режим, когда нужно хорошо работать, но при этом вы увидите результаты быстрее, если вы действительно будете выполнять все необходимые действия. Вот, собственно, к этому периоду я бы хотела с вами вот о чем сегодня поговорить. Многие уже видели вот эти наши таблички. Мы уже когда-то летом их обсуждали, когда только просчитали таблички роста. Там дальше будут следующие таблички. Разница будет только в среднем заказе. Остановимся пока на этой. Таблички роста. Что это значит? Значит, у меня к вам есть такая, ну скажем так, рекомендация. В первую очередь задать себе вопрос. Ну и давайте, в принципе, в чате на него ответим. Зачем мы, в принципе, пришли в компанию Reflame? Зачем мы пришли в проект Экспресс Карьера? Зачем мы вообще зарегистрировались и что-то начинаем делать? Или уже давно делаем? Или только-только обучаемся? Самая главная причина, одним словом, ну или двумя. Зачем лично вам? Во! Деньги. Заработать деньги. Естественно, пришли мы изначально за деньгами. Кто пришел сюда работать и не зарабатывать? Ставим минусы. Да, отлично, здорово. Но все упирается в деньги. И доход, и финансовая независимость, все это деньги. Мечты у нас тоже стоят денег, да? Правильно Юлечка написала, осуществить мечты. Так, вопрос. Кто пришел сюда работать и не зарабатывать деньги? Если таких нет, ставим прочерки. Нет. Хорошо, пришли сюда работать и зарабатывать деньги. Логично, правильно? Поэтому, для того, чтобы не сидеть и не ждать, да, когда же случится тот момент, когда я начну зарабатывать, когда же там, ну вот, что-то, что-то такое случится, да, я что-то делаю, но вот когда-то что-то, когда-то успех должен ко мне прийти. Нет никакого смысла сидеть и ждать, когда все очень легко можно просчитать. Во всяком случае, всегда можно просчитать действия, которые вам нужно сделать. А дальше уже ваше дело, вы их сделали или не сделали, правильно? Но намного проще работать не ради какого-то эфемерного успеха, а ради, ну, каких-то конкретных, да, результатов. Когда вы понимаете, вот если я вот эти, вот эти действия сделаю, значит, у меня получается вот такой конкретный результат. Если я их не сделаю или не доделаю, у меня такого результата не получится. Вот и все, да? Да, так намного проще, ну, выгоднее. Пришли мы сюда зарабатывать деньги. Давайте будем тогда с вами считать. Кто таблички еще не видел, я вам потом после планерочки скину полностью все таблички и на Россию, и на Беларусь, и на Украину. Ну, я просто, чтобы очень много не было слайдов, да, все таблички одинаковые, только меняется валюта. Вы их еще раз просмотрите. То есть у меня есть такой вот сайтик, одностраничник. Многие, может быть, его видели, но пришло время себе напомнить, да. Значит, каждый из нас, в принципе, понимает, что должна быть какая-то цель, да, там, мечта, превращенная в цель. Мы говорили уже, там, буквально две недели назад о карте мечты, то есть все дела, да. Цель есть, но должен быть какой-то конкретный план действий, конкретных, ну, скажем так, ежедневных пошаговых действий. И не просто, да, там, оформить папочки на почте, оформить страничку, каждый день столько-то приглашать. Нужно понимать, зачем этих людей приглашать, что с ними дальше делать, ну, и так далее, да. То есть нужно понимать свой план до конца, не только его начало и самый конец, а еще и серединку. Вот, собственно, серединку и рассматриваем. За что нам платят деньги в компании? Тоже одним словом можно ответить на вопрос, да, кто у нас отличный. За что конкретно нам деньги платят? За товарооборот. Не за красивые странички, не за красиво оформленную почту, не за красивые письма, не за красивые картинки, которые мы там шлем по структуре и так далее, не за какие-то ролики или видео, а только за товарооборот. Поэтому, собственно, как мы его создаем, это наше личное дело. И ваше личное дело даже от вашего спонсора, да. Вы не всегда обязаны следовать советам вашего спонсора, если у вас есть какой-то свой план выполнения этой работы. Теперь скажите, нам нужно выполнить какой-то эфемерный товарооборот или у нас есть конкретная цифра, сколько нам нужно выполнить товарооборота? Конкретно, сколько? Первая цель, я думаю, что, в принципе, у всех одинаковая. 7500. То есть, есть абсолютно конкретная задача, поставленная перед нами работодателем, которую нужно выполнить. Правильно? Как ее выполнять? Мы вольны решать самостоятельно. Абсолютно каждый из нас, да. От того, что там кто-то относится к одной команде, кто-то другой. Это не значит, что человек обязан там подчиняться правилам этой команды. Он хочет там работать сам, по своей методике он работает. Итак, конкретная задача есть. Нам ее нужно выполнить. И тогда мы получаем абсолютно конкретную зарплату, да, доход будем говорить. Хорошо, для того, чтобы опять же, да, понимать, 7500, вот я буду рекрутировать, рекрутировать, как-нибудь потихонечку эти 7500 наберутся, да. Почему бы не посчитать? Я не сторонник того, чтобы считать, ну, буквально прямо по каталогам. То есть, понятно, что, чтобы сделать какую-то таблицу, нужно брать в расчет и время тоже. Но, глядя на таблицу, я вам хочу сказать вот о чем. Что время у вас свое. То есть, всегда есть в какой-то системе в идеале, да, и то, как получается по факту. Поэтому время вы можете либо проставить вообще свое, да, за какой период вы собираетесь то или конкретное действие выполнить. Оставить такое, сократить, увеличить. То есть, это ваше личное дело. Все остальное остается, да, там сколько партнеров нужно, сколько баллов набрать, на какой уровень выйти и так далее. Смотрим, да, таблицу я думала, что в принципе так просмотрели. Уже принцип этой таблицы поняли, да, что если вот на этой табличке, если приглашать по там 3 активных человека, если мы берем за каталог, тогда нам понадобится 4 каталога. Если каждый из этих людей делает заказы на 75 баллов. На предыдущей табличке у нас было. Если приглашать по 3 человека в каталог, каждый из которых делает по 20 баллов, понадобится 5 каталогов для того, чтобы открыть звание директора. И еще одна табличка у нас третья. Если мы приглашаем по 2 человека в каталог, и каждый делает по 150 баллов, нам понадобится 5 каталогов. Значит, каталоги можно заменять на слова месяцы, недели, дни, как вам угодно. Главное выполнить конкретную задачу. Теперь такой вопрос. Кто сказал, что на директора нужно расти год или полгода, или я не знаю. Ну, кто вообще определяет время, которое вам понадобится для того, чтобы уровень директора достичь? Как вы лично считаете? У каждого свое время, сами. И причем не так, что я работаю, а как получится. Вы, в принципе, можете определить его абсолютно точно. То есть, кто-то захочет. Я хочу сделать директора за один каталог. Хорошо, значит, тебе за один каталог нужно выполнить 7500 баллов. Сколько тебе понадобится для этого человек, будет зависеть от того, на какую сумму каждый делает нам в этой структуре заказ. Так, давайте думать дальше. Первый шаг. То есть, перед нами стоит задача. 7500. Мы являемся участниками этого товара оборота? Мы являемся участниками этой структуры, за которую мы, собственно, и будем получать деньги. Мы же за свой товарооборот тоже деньги получаем. Являемся. Мы можем определить, сколько из 7500 мы будем делать лично. Можем сами для себя, независимо ни от кого. Вот есть вы, есть товарооборот, там каталог. Все. Вы можете определить средний балл, который вы, независимо ни от чего, делаете каждый каталог. Вот это самый важный шаг, первый, который нужно сделать. Определить для себя. Опять же, мы не смотрим ни на кого-то, мы смотрим на себя. И определяет каждый сам для себя. Здесь, собственно, я рекомендую, но не настаиваю, вспомнить о том, что есть такое понятие, как 150 баллов. Директором хотим стать быстро, правильно? Вот представьте, через 2 недели вы директор, вам надо делать 150 баллов, потому что от этого зависит выплата. Если, например, сегодня мы их не делаем, мы делаем в 3 раза меньше и не знаем, как сделать больше, что вы будете делать через 2 недели? Вот представьте, такая эфемерная ситуация. Через 2 недели вы директор, все, но вот 150 баллов вам через 2 недели надо сделать. А вы, к примеру, больше 50 не делали. Что-то надо делать, что-то придумать придется. кто там рассчитывает на то, что я выйду на директора и на 150 баллов я буду просто накупать себе лишь бы что ну вот просто лишь бы эти баллы набрать, нужно мне не нужно, вот я просто наберу наберу, наберу, да, лишь бы были эти 150 баллов я не осуждаю такую позицию, мне просто интересно есть ли она такова сейчас я практически там ничего не покупаю или ну каких-то там в пределах, да а вот потом, вот потом я начну да, то есть не сейчас, а потом нету Женя всегда, ну Женя я знаю, да я твои заказы всегда с удовольствием смотрю нет, я знаю, что такие позиции бывают, ничего предосудительного в такой позиции нет, но да, это как бы человек, который может быть до конца не разобрался, то есть вот если его спросить, что ты будешь делать через две недели, да, предположим тебе придет через две недели директорская зарплата ну неужели тебе хочется часть этой зарплаты вот просто на лишь бы что отдать с какой смысл, да, давайте мы себе будем покупать реально то, что нам надо не глядя на баллы а уже когда мы говорим о баллах мы будем доделывать их не лишь бы чем-то и как бы из своего кармана давайте при, как это правильно присоединим к этому и других людей то есть вот есть первая такая задача первый пункт должностной инструкции, да выполнить личный товарооборот я рекомендую вам почему 150 потому что рано или поздно их придется делать, да и нужно хотя бы понимать и знать как вы их будете делать значит, вы часть от 7500 уже делаете самостоятельно то есть в этих баллах первых, да, своих вы всегда уверены дальше, если вот к примеру тут Женя увидела, да, к примеру вот Женя бывает заказ делает там и на 200 с лишним баллов и на 300 баллов, да, у меня тоже бывает там и под 400 баллов заказ бывает там 200 с хвостиком есть какой-то минимум поставьте для себя, лично для себя планку, ниже которой вы заказ не делаете то есть независимо от того сколько вам из него нужно, да если у вас, вот вы себе домой набрали у вас не набралось определенное количество баллов все, значит вы знаете, что первое что вам нужно сделать в этом каталоге добрать недостающие баллы там через маму, свекровь, куму, подругу, коллег, соседей кого угодно то есть вот это первая ваша такая должностная инструкция, да это ответственное отношение к бизнесу и конкретные пошаговые действия то, что реально вам поможет значит, первое, что нужно сделать да, определить, где мы эти баллы сделаем и доделать их не своими деньгами то есть я, ну вот, категорически против добивания баллов своими деньгами зачем? вот добивание баллов своими деньгами это, ну вот, действительно какие-то получаются вложения смысл, если мы пришли в бизнес без вложений так давайте, собственно, и будем оправдывать свой бизнес без вложений поэтому первый пункт, да, понятен вы ставите себе планку если у вас получается больше это не значит, что надо там в следующем каталоге планку сдвинуть нет, она у вас одна если получилось больше то вы получаете бонус там в виде начисления по бизнес-классу премьер-клубу ну или просто больших баллов поэтому планку наличный балл нужно себе иметь минимум дальше например, кто-то есть у нас, кто занимается продажами к примеру да, там берет каталоги там много их раздает именно там не прямо не только своей семье там близким, а ну, каким-то еще сторонним людям вы должны учесть ситуацию что когда-то вас целый каталог может не быть в городе и вы не раздадите эти каталоги и не наберете эти баллы либо когда-то ну, не дай бог, конечно но вы можете заболеть и вы уже не пойдете раздавать каталоги и вам надо будет делать баллы ну, грубо говоря, из дома поэтому вот этот минимум вы должны для себя определить такой, чтобы вот в каком бы вы состоянии не были болеете, не болеете дома, не дома можете там далеко уходить куда-то не можете вы выполняли тогда вам же будет проще да, намного проще когда есть конкретные действия чем ну, вот тоже, да давайте поставим плюсики кому проще когда есть конкретно вот ты должен сделать столько-то и все будет хорошо либо чем больше, тем лучше вот первый вариант когда есть конкретная задача выполнил молодец не выполнил выполнишь в следующий раз либо вы не знаете сколько надо делать вам просто говорят чем больше, тем лучше и вы еще не знаете достаточно вы сделали недостаточно любых действий, сейчас не конкретно, а балла, в любой работе, в любых действиях, как вот кому проще, первый вариант конкретно, второй вариант, да, ну, вот какой-то эфемерный, ты просто делай много, а там посмотрим, конкретно, проще, намного проще конкретно, вот, собственно, поставьте себе тоже какую-то конкретику, первое, что мы делаем с баллами, почему, мы уже определились, потому что нам платят деньги за товарооборот, дальше, если мы хотим, да, просчитывать какие-то таблицы и смотреть, там, на сколько баллов мы рассчитываем, наши люди будут делать заказы, мы же, собственно, как всегда должны начать с себя и просчитать, сколько мы будем делать, да, поставили себе планку и все, даже если, ну, к примеру, вот вы в прошлый каталог, там, накупили на 200-300 баллов, у вас дома годовой запас Арифлейма, вам вообще ничего не надо, но все равно нам деньги платят за товарооборот, вот, и свою часть от 7500, вы в следующий каталог тоже должны выполнить, и даже если у вас есть все-все-все, вам все равно нужно эту часть выполнить, да, опять же, если у вас уже есть конкретный план, вот такие-то люди вместе со мной моются, там, и кушают велнос в Арифлейм, намного проще, да, кстати, используйте велнос, очень баловые продукты, велнос, парфюмы и белая косметика, ну, то, что мы крема, все это дело на себя мажем, очень легко с ними делаются баллы, Второе, теперь нам нужны конкретные люди, приглашать вы можете любым способом, в любой социальной сети, на любой доске объявлений, вот как вам нравится, так и приглашайте, опять же, главное, чтобы у вас получался конкретный результат, зарегистрировать какое-то определенное количество человек, Дальше, значит, если нам нужно в каталог иметь, как вот в этом примере, два активных партнера, зарегистрированных у нас может быть намного больше, да, но тут уж как бы как повезет, поэтому я вам рекомендую не ставить конкретное время, да, то есть может так случиться, что вы проведете за каталог 50 регистраций, И вы, ну, реально как бы отработаете этих людей, вы, ну, давайте возьмем пример, каждому позвоните, пообщаетесь там, ну, вот, все от себя сделаете, но потом окажется, что все эти 50 человек не захотели работать, вы свою работу действительно сделали, да, Бывают такие периоды, когда вот ты делаешь-делаешь, окажется впустую, бывают, это нормально, абсолютно, то есть не пугайтесь, это, ну, скажем так, проверка на прочность, на настойчивость, на терпение, вам просто нужно продолжать, Поэтому здесь вы просто должны понимать, да, что мне нужно всего столько-то активных партнеров, например, для того, чтобы выполнялся уровень директора и 7500 баллов, при котором каждый партнер делает 150 баллов, вам нужно около 50, человек, всего, вот, вот, ваша конкретная задача, за сколько вы их наберете, за один каталог всех 50 активных найдете, отлично, за два, за три, за полгода, за год, это ваше личное дело, да, но по большому счету можно и за один каталог с этим справиться, не всего в структуре 50, а активных, то есть вы должны в каждом из этих 50 быть уверенным, что они точно так же, как и вы, выполняют свой первый пункт должностной инструкции, да, свое количество баллов. Договариваться о количестве баллов вы можете любом, да, вот я вам показала три разные таблички, просто почему проще со 150, потому что рано или поздно вы их все равно начинаете делать, так смысл просто откладывать. Но если у вас есть смысл откладывать, значит берете там меньшее количество баллов. 50 человек, да, то есть провели какое-то количество регистраций, вам из этих регистраций нужно вычленить, попали вам те самые люди, которые действительно ответственные, активные, они будут с вами работать, либо нет. Каким способом это делать? Можно обычной перепиской, можно заниматься прозвонами, что очень хорошо, да, после регистрации, если человек по вашей стороне, особенно очень много там вариантов бесплатных операторов, позвонить и просто поговорить, узнать с человеком, да, что у человека нужно узнать. Он сюда действительно пришел работать, он разобрался, он готов начать. И пришел ли он, так же, как я вас спросила, за деньгами? Хорошо. Он готов работать и не зарабатывать? Или он хочет работать и зарабатывать? Если работать и зарабатывать, тогда он включается, да, активно в весь процесс. Первое, личный товарооборот, какой-то по вашей таблице вы договариваетесь с ним, да, то есть объясняете ему то же самое, что объясняю вам я сейчас, что у каждого есть какой-то минимум, который выполняется. И, ну, дальше уже там учите его рекрутировать с помощью какой-то школы новичка и так далее. То есть здесь для того, чтобы применять вот такие схемы работы, должен быть личный контакт с каждым активным партнером. Понятно, что всю структуру, то есть под вами уже есть люди, которые включаются в работу, которых не вы зарегистрировали, да, вы всех не сможете. Но лично ваших, да, вы должны, как бы, знать, что они думают, даже если они отказались, они не хотят работать, они молчаны. Вы должны это знать, где-то себе, как бы, отметить и понимать, что вы на этих людей не рассчитываете, что они еще не входят в тех 50, которые вам нужно набрать. Вы идете, просто ищите дальше. Это могут быть люди, которые вот просто, да, вот вы куда-то вышли, встретили знакомого, он спросил, чем вы занимаетесь. То есть вы начали ему рассказывать там про свой бизнес в интернете, он захотел с вами. Вот вам уже есть тоже конкретный человек. Пожалуйста, это тоже зарекрутированный новичок, почему нет? То есть где вы возьмете людей, это, ну, все равно, да, поэтому я никогда не хаю оффлайн методы работы, да, потому что это те же самые люди. Ну, какая разница, где их пригласили? Понятно, что удобнее сидеть в интернете, клацать, да, но тоже никто не отменял то, что потом нужно с человеком пообщаться. Не хотите общаться по телефону, пообщайтесь с перепиской, но задайте главные вопросы человеку, зачем он сюда пришел, да, пускай он сам ответит на них, что он осознает, что он пришел сюда зарабатывать. И готов ли он работать, конкретно работать. Если он готов, да, как в офисе, пришел человек, у него есть должностная инструкция. Он не может выкинуть из этой должностной инструкции какой-то пункт и сказать, вот этого я делать не буду, а вы мне все равно платите, да, работодатель ему ручкой помашет. Согласны же, что такого, в принципе, на работе по найму не бывает. Ты или пришел и выполняешь все, что тебе сказали, или ты на выход идешь, правильно? Здесь у нас, конечно, никто никого не увольняет и начальника нету, но должностная инструкция есть. И она выполняется по желанию. Хочешь, выполняешь и получаешь результат, не хочешь, не выполняешь. Тебя никто не заставляет, да, пойдем выполнять вместе с другими. То есть нужно объяснить человеку, что есть, ну, конкретные задачи, которые нужно выполнять. Тоже рекрутировать просто впустую не нужно, да, то есть просто лишь бы приглашать. Самое главное, что нужно понять, что мы рекрутируем зачем-то, кого-то, куда-то, и что мы потом этим людям будем говорить. То есть если такого понимания еще нет лично у вас, то моя большая рекомендация, либо еще раз пройти в школу новичка, либо на личный разговор с вашим спонсором, который вот вам нравится, вот с ним там по скайпу, по телефону, по вайберу, в переписке, как угодно. И прямо просить спонсор, помоги мне понять, что мне надо делать, сколько мне надо приглашать, да, то есть тут я универсального совета не могу дать. Я их даю, вот на нашем тренинге «Мой успех», который, собственно, всех приглашают, да, на каждой планерке. Там конкретно берем, если мы рекрутируем ВКонтакте, нам надо столько-то страниц, нам надо столько-то объявлений, столько-то приглашений. Дальше, если мы идем рекрутировать в Инстаграм, нам конкретно надо столько-то, 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 чтобы получались регистрации. Да, так можно, поэтому я и говорю, что нужно обратиться к спонсору, можно ко мне и сказать, вот я хочу работать ВКонтакте, объясни мне, сколько мне нужно действий выполнять, чтобы я могла сидеть ВКонтакте и получать регистрации. Да, регистрировать людей можно любых, там, взрослого возраста, более, ну, буду говорить, ближе к пенсионному, среднего возраста, молодых, студентов, мамочек, кого угодно, мужчин, женщин, это все люди. Вы заранее не можете знать, какой человек, ну, там, да, если вы лично с ним, как бы, не виделись. Поэтому мы регистрируем людей абсолютно в интернете незнакомых, но дальше наше дело выйти с ним на диалог и понять, что это за человек. Будет ли это тот самый активный партнер, либо мы идем искать дальше следующего. Так, пока улавливаете цепочечку мыслей, да, по которой я вас веду, ставьте плюсики, если улавливаете. Хорошо, отлично. Тогда, да, зная конкретную уже цель, то есть мы знаем, у нас есть цель 7500, у нас есть средний заказ, о котором мы будем договариваться с людьми. То есть в буквальном смысле, да, абсолютно не стесняясь говорить человеку, что первый пункт нашей должностной инструкции, это выполнить от себя какой-то личный товарооборот. Насколько, да, давай договоримся, что вот я выполняю, да, привести себя в пример всегда можно. Вот этому хорошо помогают отзывы о заказах, да, какие-то комментарии к своим покупкам тоже отлично помогают, да, человеку помочь, показать. Дальше, сколько выполняешь ты, да, давай с тобой рассчитаем и посмотрим, что если вот ты выполняешь только так, тогда в твоей структуре это будет средний заказ и тебе нужно будет такое-то количество человек. Если вы сами этого делать не умеете, но у вас есть вот такой активный человек, который идет на диалог, вы, да, вы ему объясняете, но возможно вы сами в чем-то закутались и не можете этому человеку объяснить. Вы его берете, ну, виртуально за ручку и вы вместе идете с ним к тому спонсору, который это понимает. И спонсор вам двоим раскладывает вот это по полочкам. То есть не стесняйтесь отнять время у спонсора, у кого угодно, кто вам объяснит и поставит конкретные цели задачи. То есть я от себя лично, пожалуйста, готова помогать каждому. Вот так вот простроить план, буквально дать, ну, прямо точечные рекомендации по рекрутированию, да, как я вам приводила пример с контактом. И помимо нашего тренинга, то есть даже если вы там не участвуете в этом тренинге, пишите просто в личку, неважно, мне, вашему менеджеру, лидеру, любому спонсору, который вам нравится и просите, да, вот так вот мне надо, помоги мне вот простроить конкретный план, чтобы я помогала. Не сидеть, чтобы я понимала и могла не сидеть, просто вот целыми днями рекрутировать, не понимая зачем, а понимать конкретно, да, отсев можно делать самостоятельно людей. То есть вы все прекрасно понимаете, что не каждый зарегистрированный будет включаться в работу, кто-то там ради интереса, кто-то там еще по какой-то причине. Отсев можно делать самостоятельно. Как? Вот провели, например, да, за неделю 10 регистраций, возьмите, позвоните этим 10 людям и спросите, с какой целью они зарегистрировались. Вместо того, чтобы сидеть и ждать и думать, а проходит он школу новичка, а не проходит, а будет сейчас работать или вообще не будет. Возьмите, спросите у людей, да, то есть ничего в этом страшного нет. Не хотите позвонить, напишите им. Если люди не отвечают, вы просто понимаете, он либо сейчас не готов, либо вообще не готов, но это еще не мой активный партнер. Даже если он включится позже, ну хорошо, будет мне бонус такой в структуре, да, еще один человек там включится позже. Вы идете дальше. Вам эти 50 человек нужны не когда-то там потом, когда они созреют, а вот сейчас, да, который вместе с вами сейчас готовы включаться в работу. Поэтому абсолютно не стесняйтесь, да. Секрет в чем получается? Что? Действия надо делать, да, приглашать нужно, и нужно с этими людьми говорить. Вопрос, да, неважно за день, за неделю, за сколько, вы можете поговорить с людьми любым способом, да, вы можете найти способ связаться с новичком, с кандидатом, поговорить, задать ему простые вопросы. Зачем ты сюда пришел? Чего ты хочешь от проекта? Готов ли ты сейчас включиться в работу и выполнять действия, которые приводят к результату? Так, ставим восклицательные знаки, кто может просто провести разговор, неважно, по телефону или не по телефону, или в переписке со своим новичком, и кто будет это делать. То есть, что важно, да, это важнее, чем спросить, а ты на рассылку подписался, а тебе там пришло активационное письмо. Это важнее, чтобы человек понимал, зачем, тогда он уже будет делать и будет спрашивать, что делать, и тогда он будет понимать, зачем он на рассылку подписывается, зачем он кабинет активирует, зачем ему вообще нужен этот кабинет, если он понимает вообще, зачем он здесь находится. Да, то есть, вот этот разговор намного важнее, чем спросить, все ли человек получил после регистрации, да, то есть, первое, о чем нужно поговорить человеком, об этом. Без каких-то шаблонов, да, ну, хотите, можете себе там прописать коротенькие шаблоны на этот разговор, но что самое главное, да, вы должны задать два вопроса. Зачем человек сюда пришел и услышать ответ, за деньгами, и готов ли он работать ради этих денег, да, то есть, у нас варианта не работать и зарабатывать нету. Есть вариант работать и зарабатывать, и есть вариант работать и не зарабатывать, но тогда это не работает, это какое-то мучение, я так считаю. Вот, не за людьми, ни в коем случае, да, что еще категорически запрещено, вот как запрещено добивать товарооборот своими деньгами, да, чужими можно, своими нельзя. нельзя, так запрещено занимать позицию просящего, да, то есть просить людей, ну давай включись в работу, нет, вы задаете вопрос, ты готов, тогда я тебя с удовольствием научу, помогу, там включу в работу и мы начнем делать, да, то есть вы с позиции дающего, я тебе готов помочь, дать все, что я умею, если ты готов в свою очередь принять и выполнять, но ни в коем случае никого не упрашивать, и тоже занимайте позицию, ну как бы не такую, да, вот выгодную, вот пришел человек, я теперь буду иметь с него 150 баллов, нет, вы занимаете позицию, что пришел человек, я ему объясняю, что если он будет эти делать действия, он сможет преуспеть, он сможет зарабатывать, а если люди подо мной будут зарабатывать и преуспевать, то естественно я в итоге тоже буду там преуспевать и зарабатывать, то есть занимайте вот такую позицию, даже просто лично себе в голове. Так, по поводу тренинга, я уже оговорилась, кто у нас еще там не находится по рекрутированию, вот конкретные практически советы. Кстати, то, что я сейчас вам обговорила, у нас тоже есть в заданиях тренинга вот этот план прописанный, как раз вот только буквально это задание у нас и стартовало там. Но, кто подключается к тренингу идет, естественно, с самого начала, у него каких-то временных ограничений нету, в формате чата в скайпе отдельного и в этом же чате мы переписываемся, пишем отчеты о заданиях, задаем вопросы и выполняем задания. Значит, для того, чтобы туда попасть, написать лично мне, здесь мой скайп есть, сказать, что я хочу в тренинг по рекрутированию. Но, туда идем работать и только после пройденной школы новичка, то есть совсем с нуля, когда не понимают, зачем там в почте папки создавать, не надо. Дойти школу новичка до конца, если есть еще пробелы у вас в этом, дойти, да, и тогда проходить тренинг. Если вы не знаете какую, да, то любую. Все школы новичка у нас в команде хорошие, любую школу новичка проходим, то есть вы обладаете всей первой информацией и это самое. Сейчас у нас осень, я вам напоминаю о такой замечательной акции, которая у нас есть, это подписка Wellness. Осенью витамины, да, самое время пить витамины, если вы их не пьете круглый год, потому что нужно иметь силы, не только просто для себя, для того, чтобы еще бороться со всеми вирусами, которые на вас летят от кашляющих прохожих в общественном транспорте. Если вы там еще работаете на основной работе, сейчас все везде кашляют, чихают, но это не значит, что мы должны кашлять и чихать. Мы всегда можем от этого защититься, пропив курс хороших витамин. Тем более, что имея подписку, мы всегда можем это делать очень выгодно. Поэтому, когда вы берете продукцию Wellness, всегда проверяйте, оформлена ли на него подписка, если она есть. Подписка у нас есть на Wellness Pack для мужчин, для женщин, на то, что сейчас и надо. Детские витамины, это вообще, да, дети пошли в школу, у меня тоже дочка пьет, витамины детские и жидкие, и жевательные берет. Вот я вообще боюсь не пропустить ни одного дня, чтобы она вот каждый день обязательно получила порцию витамин, потому что каждый день ходит детский коллектив. Коктейли, супы и все, да, пеки, коктейли, супы детские. Значит, на коктейле, на супы действует возможность менять вкусы в течение одной подписки. Если подписываться не умеем, просим у спонсора видео урок, либо смотрим мой видео урок, как делать заказ, значит, он как раз там с подпиской все показано. Или вообще стучим лично спонсору, спонсор, давай по телефону, по демонстрации в скайпе, показывай мне, как подписываться, да, и не стесняемся этого спрашивать. У нас есть победители наших конкурсов за 13 каталог. Самый большой заказ в 13 каталоге личный, это Сашенька Вергун, 321 балл со своего номера получает, она Саша у нас в Белоруссии, поэтому получает приз в эквиваленте в долларах. Да, я вот с Украины, поэтому пишу призы в гривнах, но если с другой стороны, да, у нас в эквиваленте будет в долларах. И приз за рекрутирование у нас получает Людочка Кольченко, 18 личных регистраций в 13 каталоге, получает приз на свой номер консультанта, как лучший рекрутер. И команды Людочки Кольченко и Сашеньки Вергун получают плагин для работы в Фейсбуке, так как они выполнили условия прироста, которые у нас есть на этот конкурс. Я девочек поздравляю, поздравления у нас всегда восклицательными знаками в чате, кто подключается к поздравлениям наших замечательных лидеров, можете ставить восклицательные знаки, да, это как вместо аплодисментов. Девочки у нас молодцы, пчелки-труженицы, да, молодцы. Так, кто у нас еще не знает о конкурсах, они у нас продолжаются. За рекрутинг, проведя 15 личных регистраций, вы получаете приз на свой номер консультанта, а если проведено в 2 раза больше там регистрации или в 3 раза больше, да, то, естественно, приз будет тоже там 2 или в 3 раза больше. За прирост. Если у вас есть прирост за прошлый каталог, и вы мне еще об этом забыли сказать, обязательно скажите, я вам тоже выдам плагин для работы в Фейсбук. Фейсбук замечательная социальная сеть, я очень рекомендую вам ее осваивать, потому что одноклассники уже это просто какой-то тихий ужас, и вконтакте тоже сейчас происходят какие-то непонятные волнения. Конечно, там работать можно, ничего против не имею, но тоже правила немножко ужесточают, поэтому всегда нужно иметь себе новую площадку, куда идти работать. Фейсбук, там работать просто отлично. Тем более, уже есть робот, который выполняет работу за вас. За прирост от 100 баллов робот выдается бесплатно. Значит, у кого был прирост уже по итогам 13 каталога, обязательно мне напишите. У кого еще не было, да, делайте прирост в 14 каталоге, который у нас идет сейчас. И самое большое количество личных баллов за каталог у нас тоже получает приз. Значит, для участия в любом конкурсе нужно написать мне лично, можно в скайпе, можно в личку, в переписке, можно на почту, как угодно сказать. Я там провела столько-то регистрации, личных баллов у меня столько-то, прирост такой-то, какие призы мне полагаются. Вот просто в личку пишем. Если вы как бы как лидер команды, пишите еще и за своих партнеров, что в моей команде вот есть такие успехи. Да, вот этим людям полагаются призы. Просто вот в личку мне пишите, я вам все выдаю. Все. Это вся информация, которую на сегодня я хотела вам рассказать. Да, она тоже требует еще раз обмозгования, скажем так. Я вам обещала еще раз скинуть эти таблички, чтобы с объяснениями, чтобы вы еще раз на них посмотрели. В пример. Вы можете писать любые свои таблички. Да, то есть это пример. Я вам их скину вместе с записью, планерочке. Полезно было сегодня? Мозги заработали? Оставьте плюсики у кого заработали. У кого как-то тучи прояснились и стало понятно, что на самом деле все легко и просто. Просто надо сделать. Хорошо. Тучи разошлись. Вот есть пример работы на каждый день, да, как хорошо рекрутировать. Не забывайте о том, что секрет вообще роста и всего это рекрутирование. Для того, чтобы даже было с кем общаться и с кого находить активных партнеров, как сначала надо на рекрутировать. Рекрутировать надо. Не бывает таких методов рекрутирования, что ты 10 человек отправил там предложение дружить и все. И ты уже там кого-то получил. Рекрутировать надо хорошо. Настраивайтесь на то, что рекрутирование, на то, что надо делать, делать и делать. И все будет получаться. Так, есть какие-то вопросы? Если есть, пишите вопросы. Если вопросов нет, пишите. Нет вопросов. И тогда будем на сегодня прощаться, заканчивать.